Моя-моя-моя Я видела Я до дороги доехала Хочешь еще покачить? Оттуда и беру, да? Можешь корни вырывать Потом люди еще на подходе Ну оставь Это брокколи, да Это уже боковая Простая Отсюда мы срезали, да? Да, это боковушки отряд росли А здесь у нас цветная Это вот были две капусты Капусты, которые я покупала Чтобы съесть ранним урожаем И вот, в общем-то, они нас радуют Видите? Вот это будем сейчас срезать капусту Главное, я не пойму тоже особо Как тут чуть нет Что же боковые потом даст? Надо как-то так срезать, чтобы это Лис не трогать Полейте А, наверное, в колодце мало воды будет, нет? Ничего? Да Я еще хотела плодовые вообще полить Вот она И она очень хорошего качества Вот все-таки хорошо Рассаду готовую у людей У нормальных покупать Ну, надеемся, наша тоже будет хорошая Ну, вот видишь? Она Не зачернела Никто ее не успел поесть Я, конечно, не надеялась Потому что я думала Будет тут жрать все подряд же Но вот еще, видимо, успели до основного гона Гусениц Сейчас они скоро пойдут А вот это вот Оно даст еще боковые потом Так же, как брокколи получается Ага Пожалуйста Пойдем Пойду в темп Ее прям надо сделать Сейчас зальем Требанку Компотику Ну, там уж Либо какое попробуем Не знаю Ну что, всем привет Сегодня у нас 24 июня Уже вечер Дети пришли из детского сада Я приехала с работы Ждем Диму Июнь прошел у нас бурно Вчера мы Отправили бабушку Уже мою На поезде Домой Посадили Вечером Вот Отметили в июне все наши дни рождения И Наконец-то у нас установилась Приятная погода И стоит тепло Вода в бассейне Очень-очень теплая Хотя в море еще Достаточно прохладная Анапа уже цветет в центре Как обычно В общем, все Сейчас Покажу В общем, предлагаю вам Провести с нами вечер Сейчас я покажу Как я ныряю Конечно, детей просто не выловить Кира только у нас пришла с садика И сразу Вот так Ныряет в бассейн А еще нас съедают комары Никакие Спреи Ничего не помогают Вот я прям стою И Вообще Надо еще одеваться Ты умеешь ходить на руках? Ага Поменяли мы водичку в бассейне Налили химию Да Что у нас еще нового и интересного? У меня летят круги из бассейна Я также продолжаю ездить в Анапу Работаю в салоне Клиенты есть В общем, я рада, конечно же Что не может не радовать Работа это, конечно, не маловажная часть нашей жизни И когда она есть Как-то на душе так Хорошо И спокойно У нас пошел в садик Тарас Вот он уже сегодня был третий день По полдня ходит Ну и, конечно, я в нем узнаю себя Вчера захожу в садик Он сидит один одинешник Я вот тоже не любила в детском саду Ни компанейская абсолютно была Мне как-то было комфортно всегда одной Ну, в общем, надеюсь, что он привыкнет Конечно, сейчас плачет Кира уже Так немножко смирилась с тем, что надо ходить в детский сад Вот, а Тарасу, конечно, еще тяжеловато привыкнуть Потому что он у нас Ну, не ходил, собственно говоря, никуда Всегда с нами дома был Тем более, последний год Когда вот этот весь переезд Я не работала И, конечно, с ними проводила очень много времени Я еще не была в этом году на море Один раз всего я Заныривала с детьми в бассейн Ну, на самом деле Не сказать, что прям вот Я что-то упустила, потеряла Во-первых, не было погоды Во-вторых, нет какой-то такой Дикого желания, потребности Скорей-скорей бросать все И ехать на море Даже в Анапе я бываю, да Практически там Ну, два через два День через день я бываю в Анапе И спокойненько с автовокзала до салона И обратно Нет у меня какого-то такого желания Хорошо, дочь Сходить на море, прогуляться по набережной Потому что Анапа просто ломится от туристов, конечно Очень много отдыхающих Это, конечно, здорово Для города, я думаю, это плюс Ну, а мы, родители ездили в Голубицкую Они сейчас привыкли ездить на море А мы пока не ездили никуда Он у нас где-то вдалеке гремит гром На всю неделю угрозы обещают Но якобы без дождя И правда, вот уже два дня просто стоит духота Такая переменная облачность Вот Где-то далеко, прям так Гремит, гремит Пойдемте посмотрим, что делает семья Ну, конечно же, беседка стала одним из излюбленных мест Мы тут обедаем, чаевничаем Вот здесь тоже мне Ирина давала цветок Вот он как красивый На лилию похож Но вот, наверное, это не лилия Просто он такой не ароматный Не чувствую аромата Наши девчонки У них все тут, как всегда, по плану Ног вбивают Идешь кормить вообще Смешные такие Тут, сколько ни кормить, все голодненькие Угу Умпровизирует тут, папа Дорожку у нас Петуни Выращивали Выращивали их Когда мы С января месяца А они вот так вот Просто Сами Это вообще не знаю, откуда они Ну, самосеянные какие-то петуни Здесь и на огороде у нас Вот таким костиком тоже разрослись Здесь Фундук Появился уже Видно, надеюсь, на камеру А еще посмотрите, какие они крутые Вообще Тут день-два не бываешь дома И вот такая радость Но вот эта петуния, она уже давно меня радует Правда же, красивая, да, такая? А вот эта вот, сиреневая, она только-только набирает цвет Смотрите, какая кудрявая, красивая И сколько много будет цветочков здесь В общем, вот Ну и, конечно, бархатцы Такая красивая здесь клумба получилась у нас И цене, да, тоже, смотри, зацветает Набирает цвет А вот здесь еще вот ряд будет астры Вот это вот астры у нас Так вот они так Рядком будут Красивая, конечно, радует А потом мы хотим по осени ее убирать И сюда розы будем, наверное, высаживать Вот он фундук Вот он фундук Во всей своей красе Черешню мы уже все съели Компоты наварили Заморозили Много На зиму хватит На зиму хватит Не сказать, что мы особо много А вообще едим всех этих консерваций Нам хватит Яблоки тоже Отмахивать от вас пчел Отмахивать от вас пчел Ну, в бассейне, конечно, круто Я тоже покупалась Здорово На круг ложишься И вообще Ты балдеешь в жару Да, как будто я Я еще была Здесь у меня фасоль бьется По беседке Тоже уже, видите, такая становится Я ее там немножко формирую наверху Нет, то она уже прямо до потолка Вау, вчера вот я ее прям завевала А сегодня она опять вверх вся вытянулась А вот это финики Которые я высаживала весной По-моему, в марте или в апреле И что самое интересное, они цветут Представляете, такая малюска Вообще высаживала, кажется Ну, вот прям тоненькую-тоненькую веточку И она уже цветет Здорово Там молнии, наверное, и будут, да? Ну, не знаю, пока нет уже молнии И гвача Ну, давай огород проверим Ну, проверьте огород Только вокруг, хорошо? Не то там очень грязно А давай еще горошек проверим Горошек проверим Горошек проверим Ох, мамы сегодня опять мытья Скользко Скользко, однако, да? Угу И я боюсь грома Не знаю Только боюсь, что это вообще не ходит Аккуратно, новый бой Аккуратно, новый бой Да, что? Пусть у нас вот чуть-чуть есть Мам, ну что, пошли? Мама, ты носи яблоки Яблоки Яблоки? Да, яблоки Это дождливая погода Риснуть в голову лягушек Лягушки, да, повсюду прыгают Ох, сколько их, да? То им жарко было, а сейчас хорошо дождик прошел Ай Ай Мне нравится дождь Ведь можно прыгать по оружиям Тебя, почему ты убегаешь? Ну потому что они полетят Ай 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 Мам, мне ничего страшного Ничего страшного Ничего страшного Ничего страшного Мама, а после дождя и солнца появится радуга Ну да, если солнышко выглянет, будет радуга обязательно Ну, значит, будет радуга Малина Желтая Мама, это какой свет получился? Да, какой свет, и смотри, и красный, и желтый Оранжевый Ну вот и закончился дождик Буквально полчаса Пролил Прогремел И все, и снова солнышко Мы сегодня наконец-то заказали щебень, нам его привезли На нашу площадку перед гаражом Ну и здесь тоже папа будет тропиночку заливать потом Я вижу улитки у тебя, баночки Лягушки скачут Малышки И засыпали перед гаражом Нашу площадочку Еще один наш строительный объект Вот как раз сейчас Дима этим занимается Не помню, показывала я вам или нет Это площадка перед гаражом Вот он сейчас снимает верхний слой Выравнивает Для того, чтобы можно было привести щебень и отсыпать Потому что сейчас здесь грязь Также мы еще хотим положить трубу Такую, как сливную, что ли, чтобы грязи меньше было Ну и возможно, впоследствии мы зальем Но пока планируем только отсыпать это место Ну вот у Димы продолжаются дела Решил попробовать заехать сюда Осталось совсем чуть-чуть Копать становится тяжелее Потому что когда-то здесь тоже было отсыпано Сначала хорошо все шло Просто земельку копала Сейчас уже Видите, да, камни Также еще нам нужно будет переносить ворота Потому что сейчас они не вровень с гаражом стоят Тоже дело еще много Ну и, естественно, менять забор Тоже, тоже все в ближайших планах За что ни возьмись, все Нужно менять Поэтому не знаешь, что выбрать первее И вот так это место выглядит у нас на сегодняшний день Как хорошо, что есть YouTube И можно посмотреть, как было и как стало Даже самой иногда очень интересно Потому что так вроде все идет своим чередом А изменения все-таки есть И вот так они выглядят Лягушку поймал? Да Ох, как они сами, что ли, напрыгали тебе в банку Нет, я и сам соберел Собирал, любитель лягушек Нагулялся под дождем? Да А вот он опять, да, капает дождик Наели сейчас мы оладий Оладий С вареньем Со свежим Клубничным Прибирала тут вот этот вот опять свой палисанечек Один-единственный, для остальных пока Нету времени Это, кстати, травка зацвела И давит бархатец Никак ему здесь не место Не может разрастись Хотя осадили его еще раньше, чем на клумбе Ох, сколько лягушек Розы уже отцвели Мои Вот только вот это вот еще осталось Осталось А я же с тобой сходить Вот здесь вот идите Сарас, вот здесь Давай чашку сюда Там сильно не ходите, потому что там очень грязно Дождь такой пролил Не надо далеко по огороду ходить Сейчас опять грязь не считает Я-то вам чистые сапожки помыла Это я вам говорю Да, кому еще Что-то у тебя как-то гляди Да Да, да Да, да, да Вау, мать какая-то Смотри, какая-то Смотри, какая-то Лук Лук бабушке надо отнести Давай я отнести Вон какой лук у нас, да, наверное Твой Неси бабушке Смотри, если она на кухне Немножко еще набрали Гороху А ты куда побежал? Лук бабушке Лук бабушке Лук бабушке Классика, давай-ка будем Так, аккуратно Сейчас я стол вытру Сапога Давай Сдавайся А сейчас мне как-то Неси бабушке Хорошо? Хорошо Давайте мне показать, да? Мы не будем смешно делать, да? Угу Вот вот сапога В миске не поитли А вот большая туча Полетели, 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 полетели А вот один мать по имени он С веревочкой вставался Улетает вон А я бегу-бегу за нею бегу Бегу-бегу-бегу Я не сразу не поплю Комарь Сейчас Старась, иди кушай Горошек Я иду Я в ней Какой попадется в улке Хорошо, Таша? Накрываем глазами Мила Вася такой Нет А мне какой Мать, теперь ты и блёк Старка закрытыми глазами Милый 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 Столько яблок нападало после дождя Всю ночь лил Урожай Прямо на полу Видите? А вот кукуруза уже большая Милый 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 На улице тепло На самом деле может показаться, что мы такие одетые Комары заедают Ничего их не берет абсолютно Приходится одеваться А тут смотрите За ночь Сыни Распустились Напитались Водичкой дождевой Распускаются И петуни Вот еще буквально Вчера снимала Да, сыночка Сейчас оденем Вы тоже смотрите Какая Кудрявая Красивая А что это мама? Это петуния наша Петуния? Да Ну почему ты без кепки? Зачем мне кепка? Солнышко или нету? Я тоже, ты в миске Конечно Сегодня у нас такой Спокойный Умиротворенный Семейный Выходной Суббота Погода тому сопутствует Пасмурно Сейчас испекем Торт, наверное Не наверное, а уже он у нас Выпекается И будем вечером Чаевничать Завтра у нашего папы Выходной Может куда-нибудь поедем На какие-нибудь развлечения Детей повезем Стараемся на выходных Куда-нибудь вывозить Прошлой выходной Они у меня ездили в Анапу Я работала Они ездили в Анапу Купались с папой там Довольны и приехали А вообще Самый, наверное, такой у вас Распространенный вопрос Конечно Работа Работа в станице Есть ли она? И вот сейчас мы уже полгода, наверное Как живем здесь Я могу немножко вам рассказать об этом Работа в станице есть Зарплаты, конечно, не высокие, но она есть Очень много требуется водителей Водителей с категориями Вот именно вот Мужчинам есть вот такая работа Женщинам Вот недавно Требовался, например, завхоз Детский сад у нас в станице Зарплата небольшая Но Тем не менее Стабильная работа Ну и подобные вакансии В принципе иногда появляются Конечно, их не так много, как хотелось бы Но все же Что касается работы в Крымске Работы Я сейчас не говорю о, естественно Директорах О каких-то ведущих специалистах Нет, обычный, да Средний класс рабочий Вот так вот Тоже есть работа и в Крымске Есть и в Анапе И даже вы можете открыть сайты Центра занятости Или работа в России И посмотреть там Вот, но Готовим к тому, что это есть Варениковская Все же таки Вот сейчас я уже могу об этом сказать Что находится достаточно Удаленно от города Что от Анапы, что от Крымска Да, по 40 километров И как бы Я это расстояние лично чувствую Когда мы едем в Крымском Туда нам приходится ездить достаточно часто И в Анапу То есть вот сейчас я езжу на работу в Анапу И на самом деле Ну то есть я понимаю, что каждый день Я бы туда ездить наверное не смогла Ни в Крымск, ни в Анапу на работу Даже вот до Гостогаевской я ездила на маршрутке Стоимость кстати, да А стоимость проезда еще расскажу 56 рублей доехать до Гостогаевской А доехать до Варениковской На автобусе Это уже в районе 120-150 рублей В один конец Соответственно, да Почти около 300 рублей Вы будете тратить Только на проезд На работу И даже если и на машине То примерно так же где-то у вас будет выходить Вот Вот как бы тоже нюанс большой В удаленности все-таки Кто вот ищет, да Если молодые вы ищете дом Наверное все-таки я бы вам Посоветовала рассматривать что-то поближе К городам Что еще касаемо работы Ну и конечно же время Час туда, час обратно Сейчас в Анапе сильные пробки И буквально там вот две улицы Северная и Не помню еще какая Вот на подъезде к автовокзалу Можно простоять Вот один раз я простояла 40 минут В пробке Просто на этих двух улицах Вот это тоже нужно учитывать Конечно в Крымск Нас кстати пугали, что в Варениковской Будут какие-то сильные пробки Нет, тут еще ни разу я у нас не стояла Ну как бы пробка на переезде Я это не считаю даже За пробку Поезд проехал и все И машины дальше поехали Как бы в этом ничего критичного нету Вот А так работа есть Но опять же Вот сейчас я бы наверное Все-таки рассматривала что-то ближе к городу Вот так вот Что хотела вам сегодня об этом рассказать Если есть какие-то еще вопросы Пишите, я постараюсь на них ответить В следующих видео Ну а так конечно Вы сами видите Как здорово здесь детям Им здесь нравится На воздухе, на природе И я конечно за них очень рада Ну а на дальние годы мы не загадываем Ну пока вот дети ходят в детский сад Думаю мы будем здесь А дальше будет видно Поскольку мы товарищи очень мобильные Будем думать дальше Ну что, всем хороших выходных Хорошей летней погоды Пока-пока Ура Ты чего? Нет, не только Оставай Играйте ну и напоследок немножко вам вот такой лавандовой красоты с девчонками ездили на фотосессию и конечно же не могу не похвастаться и не поделиться с вами а